Не ремонтировалось более 30 лет. Некогда асфальтированная дорога стала хуже проселочной. В этом году заводской район попал в программу «Единой России» по ремонту дворовых территорий. И с разбитой дороги исчезли ямы, которые с каждым годом только увеличивались. Неуютный, красивый двор стал. Ну, только газоны еще благоустроить красиво, чтобы было. Заводской район теперь в центре внимания – власти. Бездорожье во дворах постепенно уходит в прошлое. В глубинке Заводского по улице Крымская двор отремонтировали уже в июле. Но проблемных зон еще много. Те нарекания, которые сегодня есть, мы их берем на свой контроль и будем выполнять и работать с людьми, с населением. Ну, вы все заметили, что основные вопросы все-таки задают, скорее всего, не по асфальтному покрытию, да? А вопросы, связанные с проблемой ЖКХ. Проблемой ЖКХ – это работа управляющей компании. Люди недовольны, нет горячей воды, там не ремонтированы подъезды. Детские площадки, еще какие-то есть нарекания. Ну, соответственно, будем отрабатывать, будем в этом направлении двигаться. Это как раз диалог партии, власти и населения. Но хочется отметить, что вот именно в прошлый год, этот год, такой проект стал возможен благодаря сегодня сформированной и слаженной работе, и действиям городской власти. Сегодня Грещенко, Прокопенко, совместно работают депутаты фракции «Единой России» по благоустройству города Саратова. За качеством работ стараются следить и сами жители. Опасаются, что подрядчики экономят на материалах. Этой дороге народные наблюдатели дают не более одного года. Руководству района придется взять этот участок под контроль. У нас здесь исправление профиля. Здесь не засыпка полной щебня. Здесь и есть исправление профиля. Исправление профиля подразумевает все... Дорога что-то не нравится, я не понимаю. Сейчас все нравится. Но есть опасения, что следующей весной вот этого красивого дела не будет. Спор управдомов и жильцов. После ремонта дорожного полотна местная управляющая компания проявила инициативу. Отмостка по их замыслу должна защитить фундамент от влаги. Но на совесть ли ее сделали, станет ясно следующей весной. Вода падает сверху, она просто будет сегать оттуда. Она туда никак не попадет. Ни под дом, ни под фундамент. Вот, смотрите, вот, просынка балуков. Хорошее тянет за собой вот еще решение, чтобы обустроить всю территорию. Это, конечно, невозможно при возможности таких ресурсов. Когда их не было 30 лет, и вдруг сегодня появились. Поэтому выбирается вот, где основное, где проезжая часть, где пешеходная часть, уже сформировавшаяся инфраструктура, где по колено были яны, и сегодня сделали. И люди вправе задают вопрос, это нормальный разговор. И если подрядчик сегодня гарантирует, что это будет отражать все эти требования, гарантирует, нет, значит исправит, приедет и исправит на следующий год. Дорогам во дворах просят жизнь не менее 10 лет. Все же поток автомобилей здесь небольшой. А вот магистралям, по которым каждый день ездят грузовики, автобусы и сотни легковых машин, выдержать такую нагрузку бывает не по силам. К тому же, при сильной жаре асфальт начинает плавиться. Нет смысла, нет возможности их каждый год ремонтировать. Вот этот асфальт будет лежать? Да. На границе, по-моему. То есть, получается, вы применили сегодня другие материалы, другую технологию при укладке, я так же не знаю, да? А раньше что не делали? А раньше за количество. Теперь гонится за качеством. Дорога к областной психиатрической больнице сделана уже по новой технологии и, по прогнозам, сможет простоять не менее 6 лет без ямочного ремонта. Это экономия финансов и меньше неудобств водителям.